Всем привет! Вы снова на канале Аида Москва. Как вы уже поняли, по заднему плану мы вернулись на Урал. Мы с Сашкой приехали обратно. Вот, честно говоря, я хотела остаться подольше, до середины августа, потому что у моего отчима день рождения и у моей лучшей подруги юбилей. Но, к сожалению, Сашка сказал, что все, хватит. Мы и так побывали в Москве довольно-таки долго, два с половиной месяца. А Сашка не особо любит бывать в Москве, потому что для него там все чужое, все непривычное. Он не привык к моей квартире, где я живу, к нашей маме в квартире. Он не знает, где что лежит, а тут он, получается, у себя дома, он хозяин. Он знает, где что лежит, он тут более самостоятельный. Ему тут не нужно лишний раз спрашивать, что можно, что нельзя. Поэтому я опять, скажем так, разлучилась со своей мамой почти на год, потому что ездить чаще у меня нет такой возможности. Во-первых, Сашкина сестра не может постоянно с ним сидеть, и по деньгам это очень-очень дорого. Вот в этот раз мы отдали кучу денег. Да, сейчас некоторые начнут, может быть, говорить, что нужно было использовать там всякие инвалидские плюшки там, купе для инвалидов, там это. Но у меня не хватает нервов и терпения, чтобы всё это оформлять, чтобы всё это делать. Я не умею вообще пользоваться РЖД-бонусами. Я не... ну как бы... Мы как-то один раз ездили в инвалидском купе. Оказывается, для того, чтобы оформить инвалидское купе, нужно ехать в сам вокзал. На сам вокзал нужно ехать, вот. Оформлять эти билеты можно только лишь там за определённый срок до поездки. Ну, в общем, там столько мороки, что мы решили, что лучше мы поедем, как обычные пассажиры. Ну и в итоге мы отдали кучу денег. Вот. Я даже не помню точную цифру, но что-то очень-очень много денег отдали. Ехали мы в этот раз в фирменном вагоне. Нас кормили один раз. Нам выдавали суп пойти. Нам выдавали всякие наборы гигиенические. И вот извините, что не сняла сам поезд, потому что, да, вы скажете, что для блогера это не должно быть преградой, но я стесняюсь снимать левых людей. Тем более не все люди любят попадать, скажем так, на YouTube. А снимать людей без их разрешения я не могу. Потому что купе, это как они купили это купе, значит, купе это их территория. Они заплатили деньги, чтобы в этом месте отдыхать. Ну вот представьте, вы едете в такси, да, а таксист вас постоянно будет снимать на видео и выкладывать на YouTube. Вам же будет неприятно. То же самое и в поезде. То есть люди заплатили за свой комфорт, они хотят спокойно ехать, а не становиться звездами YouTube. Поэтому кто-то где-то спал, один наш сосед вообще выпивал. Он себе пол-литра ватки в ванку слил, в бутылку в обычную какую-то там, и прям ехал, и всю дорогу бухал. Сколько я езжу в первый раз... Нет, он спросил у нас разрешение, можно я буду выпивать. Я говорю, ну а что вы, взрослый человек, как я могу вам запретить? И вот он бухал. Вот. Потом позже присоединилась девушка с огромным чемоданом, который не хотел влезать в купе. И она его пихала, 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 пихала. В итоге ей говорят, ну девушка, ну вы же видите, что чемодан не влезает в купе. Даже если он влезет в купе, как остальные будут ходить в туалет? Как остальные будут принимать? Ну какие-то дела свои. Вы представляете, вот купе, да? Там и так узко. И плюс еще будет валяться ее чемодан. Ну это же получается не зайти, не выйти. Да, я понимаю, что ей на нас пофиг. Но мы-то хотим и в туалет сходить. Тем более мой Сашка не зрячий. И он должен постоянно спотыкаться и падать об ее чемодан. Ну вы представляете, вот дверной проем купе, а ее чемодан еще больше. Я даже не знаю, что она в него напихала, что она в него напихала, что он у нее не влезал в это, в купе. То есть настолько огромный чемодан, что просто ужас какой-то. Вот. Ну в общем, короче, худо-бедно мы доехали до Нижнего Тагила. Так как у нас в городе нет своего вокзала, мы едем до Нижнего Тагила. Вот. Приехали в Нижний Тагил. И нас обрадовали в кавычках. Сашкина сестра и ее муж нас обрадовали в кавычках, что оказывается все дороги, которые ведут к нам, перекрыты. Никакого объезда нет. И вот мы два часа стояли в пробке, потому что собралась очередь из тех, кто не знал, что дорога перекрыта. И мы стояли, короче, два часа ждали, пока откроют дорогу. А потом у нас неожиданно заглохла машина. Мы еле-еле, короче, завелись, еле-еле поехали. В общем, нервы, кучу нервов потратили. В общем. А, еще забыла рассказать. В поезде произошла такая неприятная ситуация. Я наливала кипяток в лапшу быстрого приготовления. Хотя мне... Сейчас, подождите. Немножко ноги затекли. Я просто на коленях сижу. Вот. Мне проводница РЖД предлагала свою помощь. Они всегда предлагают помощь, но я что-то как-то постеснялась. Я такой человек. Я почему-то стесняюсь лишний раз просить помощь, хотя мы, как инвалиды, имеем право на помощь, на содействие. Мы малобобильные граждане, и нам нужно помогать. Но у меня то ли гордость не позволяет, то ли что, я не люблю лишний раз просить помощь. Вот вообще не люблю. И я пошла, короче, наливать себе кипяток в лапшу. И я забыла, как закрывается этот кипяток. Представляете? И у меня вот этот... Я хочу его закрыть, а он у меня льётся, льётся, льётся. И я себе, короче, вот смотрите. Вот не знаю, видно, нет? Вот. Ошпарила руку. Вот. Причём я ошпарила только вот этот палец и вот этот. У меня один пузырь уже лопнул, да? И вот сейчас вот ещё один пузырь назревает. У меня дома был этот... Как он? Ой. Пентанол. Да? Пентанол. Я не забыла. Ну, как типа спасателя. С этот... Пенопантенол. Да, пантенол. Вот. Я им помазала. Ну, вроде, пока толку мало. Вот. Мне как-то особая форма пены не нравится. Я как-то люблю больше крем. Хотя пена, пена, она помогает. Вот. Как-то более быстрее. Вот. Ну, и это, конечно, была целиком и полностью моя вина. Я проводницу вообще в этом не отменяю. потому что я сама полезла, зная, что у меня руки из одного места растут. Вот. Я обожгла ноги, я обожгла руки, я всё обожгла. Ну, слава богу, на ногах ничего серьёзного нет. Вот. Ну, в общем, короче, мы приехали на Урал вчера ночью. Поздно мы приехали, уже в двенадцатом часу. Это уже по местному времени. Вот. Легли спать. Я выпила таблетку, потому что у меня был перестрой, что в Москве-то на два часа раньше. И я бы, наверное, только бы где-то часа в два, в три уснула. И вот я, у меня есть специальные таблетки мелатонина. Они помогают наладить режим. Вот. И я бы, короче, их выпила, и мы завалились спать. Сегодня вот уже пошёл второй день. Как почти сутки, как мы приехали. Мы уже разобрали чемоданы, вещи разобрали, лекарства разобрали. Вот. В планах у нас мы хотим сходить. У нас уволился эндокринолог. Мы пойдём к... Да, спалилась. Да, да, спалилась. Ну, это уже не секрет, что у Сашки сахарный диабет первого типа. Он это не скрывает. Вот. Просто я раньше как-то об этом не говорила в своих видео. Вот. А сейчас вот спалилась. Но я думала, он не будет ругаться, потому что это как бы не тайна. Вот. Ну и, короче, мы сходим к медсестре, возьмём необходимые лекарства. Вот. Ну, как-то так. В общем, здесь потихоньку налаживается. Вот. А я сейчас вам покажу свои покупки, которые я сделала в Москве новой. Оставайтесь со мной на канале. Вот такая вот подставочка для телефона. Вот тут вот можно вставлять телефон. И вот в такие вот штучки. И можно спокойно снимать контент. Он можно вот так всяко двигать. Вот так можно, можно вот так. Подставка антискользящая. Вот с такими вот пупыроками. Вот. Так что вот так. Мне это подарил папа Рома. И мне эта подставочка очень нравится. Ещё папа Рома подарил мне на день рождения. Да, по-моему, это на день рождения было. Вот такую вот лампу кольцевую. У меня одна лампа сломалась. И он мне купил новую. у меня есть тут видите тренога такая маленькая. Вот такая вот малюсенькая тренога. У меня есть большая тренога. И мы хотим с Сашкой попробовать вот эту лампу саму открутить. Вот. И поставить на мою большую треногу. Вот. Потому что мне маленькая тренога неудобна. вот. Поэтому как-то так буду снимать шорсы. Буду эфирить. Буду вот снимать для вас контент. Еще мы купили новый фильтр. Называется барьер. У нас не помню у нас что было. У нас по-моему был аквафор. А сейчас у нас типа барьер. X5 компактная модель. Больше места на кухне. Называется Аляска. Кассета старт в комплекте. Цвет белый. Вот. Так что вот такие вот дела. Удаляет тяжелые металлы. Хлор, хлороформ, посторонние привкусы и запахи. Но к сожалению у нас вода настолько поганая, что даже после фильтра мы не можем пить воду сырой. Поэтому нам нужно ее кипятить. И мы сначала ее фильтруем, а потом кипятим. Если например в Москве в той же Москве можно спокойно как сказать можно спокойно бить из крана, то 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 тут у нас в солдей к сожалению вода ужасная. Кассета с барьер старт обладает стандартным ресурсом 200 литров. Для вашего удобства рекомендуем сразу приобрести дополнительные кассеты с расширенным ресурсом на 350 литров. Для экономической очистки и так далее. Технические характеристики 2,5 литра. Объем воронки 1 литр. Объем очистной воды 1 литр. Как-то вот так. Ну а я буду заканчивать этот влог. Спасибо всем кто посмотрел мое видео. Не забывайте о том, что на моем канале есть донатики. Все донаты пойдут на улучшение моего канала, на всякие плюшки, на всякую технику для моего канала. Так что если у кого-то есть такая возможность поблагодарить меня финансово, я буду вам очень сильно благодарна. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. с вами была Аида Москва. Всем пока-пока-пока.